Здравствуйте! Это «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. В последнее время в политической и общественной жизни Рязани происходит событие, которое вызывает неоднозначную оценку и у общественности, и у политиков. Причем иногда законодательная и исполнительная ветви власти выступает единым фронтом, а иногда согласия среди них нет. Что же здесь не так? Поговорим сегодня с представителем законодательной власти Евелиной Волковой, руководителем фракции КПРФ Рязанской городской думы. Здравствуйте! Здравствуйте! Новость последних дней – это попытка предоставить концепцию развития городской транспортной сети до 1 июля. Раскройте завесу тайны. В каком направлении будет двигаться развитие? Ну, во-первых, хотим сказать, что мы, безусловно, очень ждем, когда администрация все-таки представит нам проект этого документа, поскольку жителей нашего города не может не беспокоить ситуация с городским общественным транспортом, в том числе с муниципальным рязанским транспортом, потому что без него мы не видим нормального развития в целом городского общественного транспорта. Хочу немножко вот таких, может быть, печальных фактов напомнить, что у нас в 2016 году было законсервировано первое троллейбусное депо, потом несколько раз у нас увеличивалась стоимость проезда. С 2019 года у нас, к сожалению, печальная участь постигла автоколонну 1310. В том же году, в 2019, была такая первая попытка предпринята, ну, может быть, ее так, наверное, сказать, возможное представление, ну, такое целое транспортное реформы. Когда сам Петербургский, по-моему, институт, один из них, пытался такую модель представить. Но мы видим состояние подвижного состава, не хватает водителей, если мы говорим про муниципальный транспорт. Это большие интервалы движения, это невозможность дождаться маршрута к вечернее время. Да, в общем, много чего. Поэтому, конечно, мы бы хотели посмотреть, что нам предстоит администрация города. Но хочу еще вот что сказать. Конечно, и нашу фракцию, ну, конечно, другие фракции в Рязанской городской думе состояние этого вопроса не может не беспокоить. Мы, в частности, вот неоднократно свои предложения направляли в администрацию, рассматривали на комитете на профильном городской думе протокольные поручения различные направляли. В чем оно заключается? Ну, в общем-то, любые разработчики, которые к нам в Рязань пытались приходить, конечно, они фиксируют одни и те же проблемы, что у нас задублированность маршрутов, то есть вот муниципальный троллейбус-автобус, несколько коммерческих перевозчиков, что у нас вот транспортная сеть, она больше, конечно, перекос у ее в сторону коммерческих перевозчиков. И на это все обращают внимание. А наша задача, как мы считаем, все-таки обязательно поддержать муниципальный городской транспорт. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно, конечно, чтобы был новый транспортный парк, потому что мы все это прекрасно понимаем. Наверное, многие видели репортаж в интернете по местным новостям. У нас брали автобусы в лизинг, еще в этом году тоже обещают взять, насколько я помню, 20 машин. Было, в общем-то, 78 поддержанных из Москвы троллейбусов там год, насколько я помню, с 2001 по 2010. 50 автобусов тоже, 2011 года. Которые на ремонте стояли. Они, в общем-то, большинство из них на линию выйти не смогли из-за своего технического состояния. Но мы понимаем, что, в общем-то, нужно обеспечивать современными уже машинами наш городской транспорт муниципальный. Ну, почему это нужно, еще вот хочу подчеркнуть. Ведь, на самом деле, с обычными перевозками пассажиров справятся, конечно, и маршрутчики. Мы это все понимаем. Но вот именно муниципальный транспорт, муниципальные транспортные предприятия, они обеспечивают, во-первых, перевозку пассажиров, льготников. Они, во-вторых, сдерживают рост цен на перевозки пассажирские, вольно или невольно. Хотя у маршрутчиков, у них свои правила установления тарифов. Ну, и в-третьих, конечно, если муниципальный транспорт будет в достаточном количестве, хорошо работать, то, в общем-то, это будет дисциплинировать и коммерческих перевозчиков, безусловно. Да, это же и контроль за перевозчиками. И контроль. Потому что сейчас люди обращаются, если что-то им не нравится, им влиять на перевозчиков частных как бы дубиной нельзя. Ну, поэтому, в общем-то, без именно муниципального транспорта, без муниципального транспортного предприятия решить вопросы современного транспортного обслуживания пассажиров, наверное, в городе будет очень тяжело. И наши предложения, в частности, наши фракции, мы их неоднократно направляли в администрацию. Какой ответ был, сейчас скажу чуть попозже. Во-первых, провести, конечно, экономический расчет по всем маршрутам и тем, которые, по которым муниципальные троллейбусы, автобусы ездят. И около 50 у нас, это частных перевозчиков, изучить пассажиропоток, чтобы, в общем-то, у нас именно у муниципального транспортного предприятия появились такие прибыльные маршруты, которые, ну, можно так сказать, да, благодаря которым была бы возможность, безусловно, поддерживать и остальные маршруты, которые социально значимые, на которые, может быть, ни один маршрутчик не поедет, потому что далеко, невыгодно. Но мы понимаем, что для людей это очень важно. Понятно, что у пассажирского транспорта, у него социальная функция, она тоже очень важная. Уже какое-то время назад мы это неоднократно подавали. Я хочу сказать, что были даже попытки проведения таких расчетов. В частности, по трём из 21 автобусного маршрута, муниципального, по которому муниципальный транспорт ездит, и по четырём из 15 троллейбусных. Но только вот, которые завязаны на управление рязанского троллейбуса сейчас, то есть на муниципальные транспортные предприятия. По коммерческим никто не пытался так серьёзно это проводить. А здесь, видите, маршрут, мы понимаем, что у нас город растёт, развивается, новые микрорайоны появляются, там нужно обеспечивать транспортную доступность. Возможно, мы предполагаем, что должны новые маршруты появиться, которые обслуживают у нас муниципальные транспортные предприятия, ну, к сожалению, сейчас оно одно осталось, управление рязанского троллейбуса и автобусы троллейбуса обслуживают, чтобы в короткий промежуток времени можно было из одного конца города доехать в другой. Пока таких расчетов не было, предлагали мы, но вот хочу обратить ваше внимание, что когда у нас вот буквально, наверное, позавчера было совещание, несколько дней назад было совещание с новым начальником управления транспорта, Вениамином Синякиным, мы получили ответ, что под предстоящим документом, который будет представлен депутатам, большое внимание будет уделено именно развитию муниципального транспортного предприятия, именно появлению новых маршрутов и маршрутов экономически выгодных для того, чтобы это предприятие поддержать. Какие еще были способы развития городской сети? Ну, вот я хочу заострить внимание, все-таки у нас депутатский корпус больше своей частью, пока голосования еще не было, поэтому не могу определиться отношения, но все-таки склоняется к тому, что нужно пытаться развивать муниципальный транспорт собственными силами, опираясь на свои возможности. В частности, одну из возможностей, такое приведу, касается у нас тоже развития муниципальных предприятий, есть у нас одно из муниципальных предприятий, Центр энергоснабжения. В январе этого года решением Рязанской городской думы 42,5 миллиона из дополнительных доходов этого муниципального предприятия были переданы в виде субсидий другому муниципальному предприятию, в данном случае социально значимому хлебозавод номер 3. То есть, вот наличие таких предприятий, которые приносят прибыль и которые можно распределить в пользу других, мы считаем, такой механизм нужно использовать и в дальнейшем, в том числе и для развития муниципального транспорта. А внешние какие-то источники существуют? Вот понимаете, на что обращается внимание эта ситуация? На самом деле администрация города не вчера нам сказала, что они до 1 июля представят вот этот проект концепции. Ну, может быть, месяца два назад так это было. И за этот момент не успели мы дождаться, ну, предложения местные, местного уровня. Вышли на депутатов две федеральные структуры, одна из них госкорпорация ВБРФ и другая Сбербанк, известный всем. Ну, вы понимаете, что нас смущает в этих обстоятельствах оба этих инициатора? Во-первых, заявление о необходимости повышения стоимости проезда в каждый раз. В обоих случаях была непонятна, какая судьба вот нашего муниципального транспортного предприятия. Еще один какой момент – очень проекты дорогостоящие. Вот ВБРФ предлагал там больше трех миллиардов. Вот совокупная такая стоимость, можно так сказать, Сбербанк там почти пять миллиардов. Звучало слово «концессия» в одном случае, в другом лизинге, суммы огромные. И что самое вот, ну, как сказать, что насторожило у нас, многих представителей депутатского корпуса, это то, что на самом деле вот примеров, в которых что-то похожее уже было реализовано, их, ну, не так много, можно сказать, по пальцам, а на руки можно пересчитать. Один из них, к примеру, вот это в Твери, но там уж связано это только с коронавирусом или с чем-то еще, но там вот эти, вот эту вот программу, можно так сказать, модернизации транспорта, а там очень масштабная такая транспортная реформа, если учитывать, что это городской уровень, попала в экономическую яму. В городе Перми нечто похожее тоже есть. Ну, вот помните, наверное, у нас был случай, не самый новый троллейбус воспламенился на маршруте номер один, а там вот новые автобусы вот так эпизодически воспламенялись, ну, может быть, это такой эпизод, но самое главное, что транспорт этот сработал в минус сотни миллионов рублей вот с начала этого года, то есть это большие, очень экономические риски, это очень дорого для города, поэтому предлагали там и перенести эту тяжесть на региональный уровень, ну, и там как бы понимают, что это тяжело тянуть. Не очень. При слове «концессия» вспоминается сразу резонансная история с городским водоканалом, когда власти выступили против передачи его в частные руки, насколько я понимаю, депутатский корпус тоже был против этой концессии. Вообще переход в концессию – это благо или нет? Вот вы понимаете, задавались мы таким вопросом, благо ли это пытаясь найти какие-то положительные моменты. Ну, начнем давайте не с этого, а с того, что угроза так называемой концессии, а на самом деле это, ну, это не продажи, это передача в аренду на очень длительный срок, в данном случае муниципального предприятия, стабильно работающего, которое обеспечивает полумиллионный город холодным водоснабжением, водоотведением, то есть, ну, безусловно, это стратегическое предприятие. Вот попытки такие передать, чего в концессию были уже и до этого. Но вот в последний раз это случилось летом прошлого года. Не было, вот что обратило на себя внимание, не было попыток как-то прорекламировать, что ли, как это нужно и выгодно. Была документальная попытка, документы представлены с требованием предоставить в концессию данное муниципальное предприятие. Обратился это ОРВК-центр, это дочерняя структура Росводоканала, это крупнейшее. Ну, как, ну, можно сказать, с требованием, но очень настоятельным предложением. Вот, в отношении этого муниципального предприятия, тогда была создана у нас комиссия, в нее вошли представители администрации, представители депутатов. Вот, от нашей фракции я вхожу, вошла тогда и до сих пор в этой комиссии состою. По изучению, ну, данных документов и последствий вытекающих из них. И тогда уже администрации был, вот, еще в том году подготовлен ответ, причем экономически, юридически было обосновано. Там несколько пунктов, ну, в общем-то, отказали консессионеру. Но, в общем-то, несмотря на такое единодушное мнение городской власти и представительной, исполнительной, и городской общественности, потому что в данную комиссию входили представители общественности, консессионер, несостоявшийся консессионер продолжает эту линию вести через суд, чем занимается до сих пор. Ближайшее заседание, насколько я знаю, намечено на начало июля этого года. А, вообще, мупов много ли сейчас и есть ли идея, что с ними делать дальше? Слушайте, ну, сейчас, на данный момент у нас 15 работающих муниципальных предприятий. Ну, если вы позицию нашей фракции спрашиваете, то мы, безусловно, выступаем за увеличение доли государственного сектора на уровне муниципалитета, соответственно, муниципального сектора, потому что. Потому что, в общем-то, задача муниципальных предприятий обеспечивать, во-первых, жизненно важными услугами. Это не только тепло, вода, электроснабжение. Это, ну, понятно, это стратегические предприятия, транспортное обслуживание, у нас есть предприятия детское питание, у нас ремонт на строительное управление, на которое завязано практически, ну, большинство капитальный ремонт, большинство многоквартирных домов в городе Рязани. Наши позиции, у других есть другая позиция. И, я думаю, все-таки, кто за политическими новостями следит, слышали позицию нашей партии на федеральном уровне, в Государственной Думе. Мы выступали против, ну, не лично я говорю, как депутат городской думы, потому что там разные уровни. А партия, наша фракция в Государственной Думе вот против того законопроекта, который предписывает до первого, насколько я помню, января 25-го года, большинство государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий, ну, различными способами приоритизировать, так скажем, перевод в ООО, перевод в акционерное общество. Планы есть или на Рязани? Ну, вот получилось так. Я не знаю, почему у нас поторопилось наше депутатское большинство. Было это еще под Новый год как раз аккурат. Из 15 действующих предприятий предложили 8 акционировать, еще несколько перевести в ООО. Ну, то есть это сколько? Из 15-11 у нас попадают под такую оптимизацию. И в том числе социально значимое это детское питание, это хлебозавод номер 3, это вот как раз вот это ремонтно-строительное управление номер 1, это как раз центр энергосбережения, благодаря которому мы можем оказывать многомиллионную помощь другим муниципальным предприятиям. Но это же теряются рычаги управления, да? Да, мы так считаем именно, поэтому выступили против. Евгения, какие темы для фракции КПРФ сейчас самые ключевые, самые неболезненные, но самые такие рэперные точки, как принято сегодня говорить? Потому что ключевые наши темы, это основано на тех обращениях, с которыми к нам идут люди, и как раз основано на тех болевых точках, которые есть в нашем городе. Конечно, это нормализация транспортного обслуживания, это благоустройство города, это защита муниципальных предприятий от различного рода уж там концессии или каких-то там авантюрных проектов, там разные варианты могут быть. Ну, это решение и по, ну, как сказать, по обращениям граждан, ну, какие-то есть и точные вопросы, у нас требуют укрепления материально-технической базы, наше учебное заведение, учреждение культуры. Еще такой очень острый вопрос, ну, это социальная сфера, она всегда в центре у нас внимания, это вот, что в результате отсутствия продуманной, может, градостроительной политики, у нас микрорайоны новые разрастаются, а земли свободные для создания и строительства необходимой инфраструктуры там практически не остается. И хоть задачу вот губернатор ставит, что требуется 12 школ, может быть, их даже и больше требуется, но пока земли-то, вот какие мы запросы подавали, информацию нам дали, пока участки для пяти. Ну что ж, спасибо, продолжайте отстаивать интересы граждан. Я напомню, у нас сегодня в студии была Евелина Волкова, руководитель фракции КПРФ Рязанской городской думе. Оставайтесь с нами.